На канале НТВ состоится премьерный показ 20-серийного детективного сериала «Черная лестница». Как же будет разворачиваться сюжет по сериям? Первая и вторая серии. Старший оперуполномоченный уголовного розыска Вадим Тельцов разыскивает молодого парня, подозреваемого в убийстве своего отца. Парня зовут Макс Юсов, он студент и руфер, отчаянный покоритель московских высоток. Узнав обстоятельства преступления, Тельцов приходит к выводу, что Макс к убийству не причастен. Кроме того, Макс уверяет, что у него есть свидетель, способный обеспечить ему алиби. Ни Макс, ни Тельцов не знают, что свидетель уже убит, а неизвестный преступник подбросил в квартиру Макса орудие убийства и деньги, похищенные у его отца. Кто-то, зная о конфликте Макса с отцом, умело подставляет парня. Тельцов обещает найти убийцу и дает Максу возможность сбежать. В этот же вечер Макс сам находит Тельцова. Он напуган и готов сдаться полиции. У него нет денег и ему негде ночевать. Тельцов принимает непростое для себя решение – дать Максу убежище у себя дома, несмотря на то, что он объявлен в федеральный розыск. Тельцов начинает собственное расследование. Третья и четвертая серии. Тельцов решает открыть частное детективное агентство и берется за свое первое дело. В покой с беззнакомой он ищет молодую журналистку Лизу, исчезнувшую при загадочных обстоятельствах. Случай снова сводит его с Максом, и Макс, пытаясь заработать на жизнь, совершает рискованное восхождение на башенный кран и едва не погибает застегнутым ураганом. Тельцов предлагает Максу работу. В результате выясняется, что журналистку и ее приятеля Гену, связанного с черными копателями, ищут не только сыщики, но и подельники Гены. Руководитель поискового отряда Лев Кривошеев приказал ее убить, но Гена с помощью сестры Гемера решил инстанировать ее гибель. Сестра дает сыщикам подсказку – искать нужно на селе Гере в их деревенском доме. Подруга Лизы, знакомая Тельцова, проговаривается об этом Льву. К счастью, Тельцов и Макс находят Лизу Кашину и ее парня раньше, чем бандиты, и Тельцову удается организовать круговую оборону в старом деревенском доме. Бандиты не решаются брать дом штурмом, думая, что Тельцов вооружен, и они не знают, что в пистолете, который дал Тельцову Геннадий, нет патронов. Пятая серия. В одном из ночных клубов Макс знакомится с популярным диджеем Антоном Флайером. Макс представляется Антону, частным детективом, который вместе с крутым напарником способен решить любые проблемы. А проблемы у Антона есть. Несколько дней назад, управляя машиной в нетрезвом состоянии, Антон сбил мотоциклиста и откупился от Горецов крупной суммой денег. Но те продолжают шантажировать Антона, требуя заплатить снова. Премьера новых серий состоится 1 июня на канале НТВ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал. Продолжение следует...